Актер Сергей Шевкуненко И успех не стали для Сергея трамплином в мир большого кино, и его судьба в дальнейшем сложилась трагично. В отличие от своего положительного киногероя, в реальной жизни он оказался полной противоположностью. Сергей Шевкуненко родился 20 ноября 1959 года в Москве в интеллигентной семье. Его отец, известный советский драматург, возглавлял второе творческое объединение на Мосфильме. А мама, театральная актриса, после рождения сына стала домохозяйкой. К сожалению, когда Сереже исполнилось 4 года, его отец скоропостижно скончался. И с этого момента все заботы по содержанию семьи легли на плечи матери, которой пришлось снова трудоустроиться. Работой ассистентом режиссера на Мосфильме она постоянно была в разъездах и командировках, и воспитанием мальчика преимущественно занималась бабушка и старшая сестра. Спустя годы негативно сказался недостаток родительского внимания. В переходном возрасте подросток стал неуправляемым. Резко снизилась его успеваемость, хотя учеба всегда давалась Сергею легко. Он связался с дворовой шпаной и попал на учет в детскую комнату милиции. Мать в попытках увести сына от дурного влияния улицы привела его на киностудию. И в 1971 году состоялся его дебют на экране в картине «Сестра музыканта». Всего за школьные годы он успел сняться в четырех картинах, в том числе и в знаменитых «Кортики» и «Бронзовые птицы». Но, увы, кинематограф не улег его настолько, чтобы после окончания школы подросток решил продолжить образование в одном из театральных вузов. Его стихией по-прежнему была улица. Именно здесь, обладая сильным и волевым характером и будучи по природе лидером, он мог строить жизнь по своим правилам, не завися от капризной воли режиссеров и сценаристов. Наверное, Сергей Шевкуненко мог бы стать замечательным военным, о чем, кстати, мечтал в совсем юном возрасте. Но, к сожалению, он выбрал для себя другой – разрушительный путь, путь криминала. В 1975 году его задержали за участие в групповой драке и отправили в спецучилище для трудных подростков. А уже через год снова за драку он уже оказался в тюрьме. Так началась его криминальная биография. За драки, кражи, хранение оружия в последующие годы у него набралось еще четыре судимости, за которые в местах лишения свободы он в общей сложности провел 14,5 лет. В перерывах между сроками он пытался трудоустраиваться и даже делал попытки вернуться в кино. Но они оказались безуспешными. Режиссеры демонстрировали откровенный страх перед его уголовным прошлым. В августе 1989 года, находясь на свободе после очередного срока, он женился на девушке Елене, которая подарила ему дочь. Освободившись в последний раз в 1994 году, он оказался в совершенно новой стране. Рухнул Советский Союз, и пришли рыночные отношения. В России началась великая криминальная революция с уличным бандитизмом и рэкетом. Обладая на тот момент уже значительным авторитетом в уголовной среде, Шевкуненко в короткие сроки сколотил собственную преступную группу, так называемую Мосфильмовскую ОПГ, которая стала промышлять крышеванием торговых точек и вымогательством. Вхождение в новый криминальный мир России для Сергея Шевкуненко закончилось трагично. Менее чем через год, 11 февраля 1995 года, он стал жертвой заказного убийства. Киллер настиг уголовного авторитета у дверей собственной квартиры. К несчастью, была убита его пожилая мать, пытавшаяся помешать убийце. Так закончилась жизнь человека, когда-то подававшего большие артистические надежды. Сергей Юрьевич Шевкуненко похоронен с матерью на Новодевичьем кладбище в Москве. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok